Люди не доверяют мейнстримным СМИ. Журналисты хотят вернуть это доверие, но их решение избавиться от объективности. Добро пожаловать на Америку без купюр, я Крис Чаппелл. Доверие американцев к СМИ как никогда низко. Более низко, чем червяк, изменяющий свои подружки с ее сестрой. А это низко. Все больше опросов рисуют негативную картину доверия к СМИ. И особенно сильно это ударило по журналистам. Согласно Pew Research Center, большинство американцев либо не особо доверяет, либо вообще не доверяет журналистам. И для этого есть веская причина, но поговорим о ней позже. А пока давайте скажем, что журналисты не очень-то довольны своей плохой репутацией, и они хотят с этим что-то поделать. В качестве одного из способов можно было бы просто переврать цифры, но это, вероятно, не решило бы их проблему. Другой вариант — придерживаться больше объективности в репортажах. И под объективностью я имею в виду предоставление фактов без порции личных убеждений, чувств и предвзятости. Например, сказать «небо голубое». Вместо «небо голубое» было бы еще голубее, если бы не эти проклятые республиканцы. Учитывая, что не все вопросы так однозначны, они также могли бы показывать разные точки зрения. Вы бы подумали, неплохая идея, и были бы неправы. Журналисты избрали другую стратегию по возврату доверия публике. Выбросить объективность в окно. Журналисты говорят, что настоящая журналистика не может быть объективной. И, по сути, и не должна быть. Так как это обманчивая и опасная иллюзия. Да. Как вы смеете говорить что-то столь обманчивое и опасное, типа «небо голубое»? А дальше что? Два плюс два — четыре? Это не какая-то радикальная идея. Это продвигают журналисты из разных видных СМИ и университетов. Проведя более 75 интервью с новостниками, журналистами и другими медийщиками, бывший исполнительный редактор «Вашингтон-Поста» Леонард Дауни-джуниор и бывший президент CBS News Эндрю Хейворд опубликовали доклад, говорящий, что многие журналисты хотят выйти за рамки объективности. Люди вроде Джулии Уоллес, профессора школы Кронкайт и бывшего редактора «Атланта Джорнал Конститушн», которая заявила «объективность — это неправильно, это лживый концепт». И Эмилио Гарсиэ Луис, главный редактор «Сан-Франциско Кроникл», заявивший «пора объективности уйти». Я думал, что их работа — быть объективными. Это как узнать, что полковник Сандерс не любит жареных цыплят. Почему они так уверены, что объективность — это неправильно? Ну, если следовать обычной для них логике, то это, видимо, как-то связано с расизмом и сексизмом. Но дело вряд ли в этом. Или, может, в этом. Оказалось, что может. Многие, вроде бывшего исполнительного редактора «Ассошейтед Пресс» Кэтрин Кэррол и соосновательницы «Нантин» Сэмили Рэмшоу сказали, что объективность — это стандарт, установленный богатыми белыми гетеросексуальными мужчинами, имеющих власть, указывать, что и как будет освещаться. Это отражает комментарий 2020 года, выигравшего Пулитцера Уэсли Лавери, сказавшего, что белые взгляды и убеждения воспринимаются как объективно нейтральные. Расизм и сексизм. Но, конечно, главные виновники всего. Ударились пальцем — белый супремасизм наносит удар. И, судя по белому бинту, вы можете это сказать. Как вы уже могли догадаться, большая часть этого идет со стороны левых. Что неудивительно, учитывая, что у большинства журналистов левый политический уклон. Итак, какова же альтернатива объективности? Согласно журналистам, истина. И что же такое истина? Это то, как некий журналист видит реальность. Конечно, если это не подгоняется под идеи богатых белых гетеросексуальных мужчин. Размыто, я знаю. Журналисты утверждают, что освещение проблемы с разных сторон предоставляет слишком много места для лжи на новостных платформах. И отвлекает от ясного утверждения истины и фактов. Так что, вместо того, чтобы давать место воззрениям, которые они считают опасными, журналисты предпочли бы делиться собственными взглядами того, что правильно. А те, кто не согласны, ну, они просто не выносят правды. Именно поэтому столько заявлений, что объективность мешает предоставлению истины, наполненной их собственным бэкграундом, опытом и точкой зрения. Когда вы считаете объективность воззрениями на истину белых мужчин при власти, то вполне понятно, что вы захотите заменить их своими. И в теории это позволяет существовать большему количеству взглядов. Но на практике это не оставляет места взглядам, с которыми журналисты не согласны. И это мнение большинства журналистского сообщества убедило авторов доклада, что ищущие истину новостные СМИ должны выйти за рамки объективности. По сути, движение к истине без объективности было целью номер один в репортажах по методичке Trustworthy News. Иронично, что методичка написана двумя белыми мужчинами. Но если мы отбросили объективность, то можем ли мы быть уверены, что они правда белые? Или мужчины? Или что их действительно двое? Я не знаю, что об этом говорит истина. И учитывая прошлое журналистов, возможно, дать им определять истину не лучшая идея. Я объясню, почему после рекламы. Добро пожаловать обратно. Журналисты хотят предоставлять достоверные новости без объективности, которая, как говорят, основана на предпочтениях белых мужчин. Это формула с нулевой суммой, в которой многие полагают, что поиск объективности стоит на пути изложению истины. Особенно быть объективным с обеих сторон. Я полагаю, что не должно быть шоком, что люди, обвиняющие белый супремасизм во всем, видят и это как дихотомическую проблему. Но как журналисты определяют, что такое истина? Для многих журналистов говорить правду означает позволять своей идентичности и опыту влиять на их репортажи, чтобы они не просто предоставляли мнение белых людей у власти. Я и не знал, что вам нужен цвет кожи как фактор для указания, какого цвета небо. Также это значит не отображать некоторые взгляды, которые они считают опасными, такие как разногласия по изменению климата. Если вы подумали, что все это звучит как активизм, то вы правы. Объективно так и есть. И многие журналисты это поддерживают. Вроде создателя проекта 1619 Николь Ханны Джонс. Журналистика — это не стенография. Мы не просто говорим «Дональд Трамп сказал это», «Нэнси Пелоси сказала то». Это не должно быть нашей ролью. Наша роль — это добраться до истины, предоставить анализ и контекст, чтобы люди поняли, что это значит. Я считаю, что журналистика — это активизм. Мы не должны притворяться, что у нас нет чувств. Мы не должны притворяться, что у нас нет соображений по поводу того, что мы освещаем, так как они есть. Такой образ мышления особенно распространен среди тех, кто хочет продвигать социальную справедливость. Но это открывает целую банку с червями, низкими изменяющими с ее сестрой червями. Частично потому, что журналисты вроде Ханны Джонс вмешивают свои соображения и ощущения, хотя делают вид, что предоставляют неоспоримые факты. Они берут на себя определение для других людей, что есть истина и как им смотреть на вещи. А тем временем, любое отображение взглядов, с которыми они не согласны, клеймятся как обоисторонность. Для них предоставление аргументов другой стороны равнозначно предоставлению платформы расистам и военным преступникам. Это огромная проблема. Это убирает все нюансы из непростых тем. И это прямая дорога к цензуре во имя борьбы с дезинформацией. И, кстати, выслушать другую сторону — это буквально лучший путь в поиске истины. Это то, как вся судебная система США должна работать. Представьте, если судья скажет, вы были обвинены в поедании щенят. Что ж, это все, что мне нужно знать. Мне не нужна обоисторонность в этом суде. Виновен! Но теперь некоторые журналисты считают, что они могут презентовать факты точно и честно, без объективности и других точек зрения. Но на практике они раз за разом доказывали, что позволяли предвзятости влиять на точность и честность. Ханна Джонс из проекта 1619 — это один пример. Большинство ее утверждений об африкоамериканской работорговле было оспорено историками как неточные. Но по сей день Ханна Джонс продолжает отвергать критику как нелегитимную. И если честно, я тоже не считаю критику в отношении себя как легитимную. Считаете мое чувство юмора слишком специфичным? Это вас говорит белый супрематизм. Я Ханна Джонс, не единственная журналист, распространяющая неточную информацию. Другие знаменитые примеры предвзятости СМИ включают название истории с ноутбуком Хантера Байдена российской дезинформацией. Хоть и выяснилось, что она была правдива. СМИ также верили на слово непроверенным источникам, поскольку это подходило под их нарратив. И это обернулось против них самих, когда обвинения Трампа в сговоре с Россией оказались необоснованными. И когда история про дезинформирующие российские боты оказалась пустышкой? Иронично. Они так боялись дезинформации, что сами стали тем, чего так боялись. Я могу продолжать, но вы уже поняли суть. Если хотите больше примеров, я оставлю ссылки внизу. Что я хочу сказать, это то, что трудно поверить, что журналисты точно отображают истину, когда у них такое сомнительное резюме. В особенности, когда они называют что-то дезинформацией, а потом это оказывается правдой. Журналисты уж слишком верят в то, что точно знают истину. Особенно, когда объективность и есть критерий по определению истины. Это как сказать, зачем пользоваться весами для взвешивания чего-то, когда мы можем просто воспользоваться бананами. Это же даст нам такой же точный результат. И чтобы еще усугубить, есть огромная разница между тем, что журналисты хотят, и тем, что хочет аудитория. И пока большинство журналистов считает, что не все стороны заслуживают равного освещения, большая часть взрослых в США считает наоборот. Заставляя журналистов задуматься, правда? Вы говорите, что американцы не хотят одностороннего нагнетания страха 24 на 7? Да не. Эта аудитория ошибается. Люди не хотят, чтобы в них запихивали нарративы. Для многих, не разделяющих их взглядов американцев, журналисты ведут себя как пропагандисты, а не новостники. Так что неудивительно, что доверие к журналистам падает. Делая больше акцент на своей личности и на своем опыте, и меньше фокусировки на нюансах, журналисты в итоге просто потворяют людям с такой же идеологией. И это точно не поможет достичь объективности или истины. Не говоря уже о доверии к журналистам. Итак, а что вы думаете про объективность в журналистике? Напишите это в комментах.